Здравствуйте, друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Сегодня поговорим про нововведения, которые ожидают людей, приезжающих в США в связи с избранием нового президента Трампа. Как я уже ранее говорил, личность далеко неоднозначна, и многие шаги, которые он планирует предпринять, запрогнозировать заранее практически невозможно. Так, например, один из моих зрителей буквально пару дней назад прислал мне следующую информацию о том, что в Калифорнии, например, уже ходят слухи о том, что для людей, которые приезжают по туристической визе, будет закрыта возможность родить и получить медикал. Это такой вариант калифорнийского медикейта, и, соответственно, страховые компании также прекращают для лиц, которые находятся в статусе туриста, оформление медицинских страховок, которые покрывали бы стоимость медицинских расходов. Информация, какую получил, такую транслирую, все в Калифорнии сейчас в шоке, кто занят этим бизнесом. Насколько-то информации достоверно сказать не могу, но решил сразу же на канале озвучить. С другой стороны, только что приехал человек из Нью-Йорка, приезжал он туда по делам, тоже связанным с миграционными вопросами, и оттуда из Нью-Йорка пришла уже другая информация о том, что человек, который будет в администрации Трампа заниматься миграционной политикой, планирует провести законопроект с Нового года о том, что люди, которые прожили в США не менее 5 лет и имеют двух детей, кто подавался на политику, вне зависимости от того, насколько сильный у него кейс, будет автоматически рассмотрен и получит грин-карту. Условие это 5 лет проживания в США без выезда и наличие двух детей, которые родились в США и которые являются гражданами США. Тоже, соответственно, вот такая вот информация, насколько она проверенная, насколько такой законопроект пройдет, я сказать не могу, но имейте в виду, что вот такие вот нововведения уже как бы могут быть начиная с следующего года. Вообще большинство миграционных юристов, кто занимается вот вопросами миграции в США, они крайне беспокоены тем, что собираются закрутить с Нового года гайки. И кстати говоря, уже в прессе промелькнуло несколько статей, где сам Трамп заявляет о том, что выдача грин-карт и легальные пути получения этой грин-карты, которые соответственно будут пересмотрены и будут предприняты шаги, чтобы сократить количество приезжающих людей, так как по мнению Трампа в США и так уже слишком много находится иммигрантов. Одну из статей я лично прочел, все действительно так, то есть будем ждать инаугурации. Для тех, кто колеблется, могу сказать только одно. Если, в принципе говоря, вас особо ничего не удержит, у вас на руках есть виза, уже упакована чемодана и есть потенциальное желание прилететь в Америку, я бы вам не рекомендовал это затягивать, а имеет смысл прилететь до 20 января и как можно скорее начать шаги по своей легализации в США. В противном случае, если вы прилетите в США уже после инаугурации нового президента, вполне вероятно вы уже попадете под действие новых принятых законов и ваши все дела уже будут рассматриваться уже в другом формате. Это как бы тоже вот такая информация. Ну, а выбор остается за вами. В любом случае, общеполитическая ситуация в мире складывается так, что времени для эмиграции становится все меньше и меньше. Поэтому те, кто раздумывают ехать или не ехать, наверное, все-таки пора уже определиться, что же вы хотите в этой жизни. Всем хорошего дня. Те, кто проживает в США, хочу вас поздравить с Днем Благодарения, чтобы у всех был мир и благопроцветания вашей семье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok